Привет, друзья! Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине подходят к концу. Сегодня, 20 февраля, состоится церемония закрытия мероприятия. Спортивные соревнования в Пекине проходили чуть больше двух недель, а официальная церемония открытия состоялась 4 февраля. Местом проведения церемонии станет национальный стадион Пекина, также известный под названием «Птичье гнездо». Представитель РК Комитета игр Янь Цижун раскрыла основную тему и основных героев закрытия Олимпийских игр в Пекине, а также сообщила, что церемония будет непродолжительной по времени. На открытии Олимпийских игр у России было два знаменосца. Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. На церемонии закрытия флаг России, а точнее флаг КАИР, понесёт один спортсмен Александр Большунов. В Пекине лыжник завоевал пять медалей. Три золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скетлоне, мужской эстафете и марафоне. Помимо трёх побед Сан Саныч взял серебро в 15-километровой разделке классическим стилем, а в паре с Александром Терентьевым остался с бронзой в командном спринте. Церемония начнётся в 15 часов по московскому времени. Мероприятие в прямом эфире покажет Первый канал. За день до закрытия Олимпиады сборная России установила новый рекорд по количеству завоеванных медалей в истории зимних игр. Спортсмены национальной команды переписали достижения из Сочи 2014-го. После победы в марафоне Большунов доказал, ему всё равно, где побеждать. Знаменосец сборной России разорвал всех даже после того, как дистанцию сократили с 50 до 30 километров. На этом всё. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!